МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый раз в жизни этим я занялась в пятом классе. Моя бабушка всю жизнь занималась именно шитьем. Но помимо шитья у нее был еще и художественный вкус очень развит. Она создавала такие вещи, как полностью расшивала бисером, какие-то вышивки неимоверно огромные делала на платьях. Ну и заинтересовала меня тоже в более детском возрасте этим. Подруга меня попросила шить платье для ее девочки. Девочка нестандартная была, но достаточно высокая, худенькая, симпатичная. Я шила платье. Одно всего лишь платье. И с тех пор, в общем, я занимаюсь только этой работой. То есть фактически мои навыки и моя профессия изначально пригодились в жизни. И именно в этом я нашла себя, скорее всего, здесь. В моей работе как таковой нотки бизнесмена нет. Здесь большую часть у меня занимает именно общение, коммуникабельность. С детьми мне нравится работать, особенно с девочками. Дело в том, что у меня одни мальчики в семье, поэтому для девочек я стараюсь максимально уделить время. Мне нравится, мне интересно с ними. Мне нравится объяснять вот эти вот, скажем так, вот на детском языке, как что делать. И с ними интересно. Они воспринимают, стараются воспринимать все всерьез, но всерьез у них получается все равно вот какой-то на детской волне. Мне очень нравится с ними работать. Именно вот из-за этого. Так как у меня два года девочки приходили, девушки уже, скажем так, приходили и обучали здесь на дому, то есть помогали мне, смотрели. Я их обучала кройке, шитью уже, скажем так, на более высоком уровне, чем вот в школе. Я обратила внимание, что большинство из них просто боится что-то пробовать. Не надо бояться. Мы все ошибаемся. В принципе, мы и познаем то или иное, что нам интересно именно на ошибках. Да, делаем ошибки, но все зависит от практики. Первый раз ты ошибешься, второй раз ошибешься. В итоге ты все равно добьешься того, чему ты хочешь научиться. Если ты не пробуешь более сложные какие-то вещи, какие-то детали и так далее, ты никогда до них не дойдешь, потому что тебе будет страшно. А подойдя к этим же сложным деталям, ты в любом случае начнешь думать, а как же их делать и пробовать самое главное.